Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! У нас сегодня с вами очередной обзор на канал Семьи Колесниковых. Ура, товарищи! Ура! Не поверите, новое видео Лёше. Лёша, оказывается, нашёл работу. Ну, вернее, он сказал не совсем работу. Работа в интернете, как бы, скорее всего, это подработка и подработка временная. Но он безумно счастлив тому, что будет находиться дома. Да, дома. И сказал о том, что денежки на ипотеку у него копятся, за что мы, конечно, очень и очень рады, чему, вернее, мы очень рады. И я так понимаю, что не будут, наверное, сейчас Колесниковы просить и рассказывать о своих проблемах буквально каждый день. Может быть, пожалеют, нас будут сделать хотя бы там раз в два или в три дня, а может быть, через день, а может быть, вообще раз в неделю. Да, поскольку, ну, в принципе, работа найдена, значит, она должна залатать, так скажем, какие-то финансовые дыры. Ну, свяжу предание довериться с трудом, поживём, как говорится, увидим. Ну, а далее, не поверите, наш верующий Лёша заговорил о Боге. Причём, как всегда, сказал, что, знаете, это для вас Бог – это пустое место. А для нас, для верующих, да, для верующих, он значит очень много. Бог нам помогает, Бог нас благословляет, Бог помог нам взять ипотеку, помогает нам её выплачивать и справляться с нашими трудностями. Во как! Оказывается, не люди, которые скидывают донаты, да, Лёша говорил, нет, у меня нет карты, да, Лёша, у тебя карты, может быть, сейчас нет и не выставлено номер карты, но у тебя есть такая кнопочка, которую может подключить любой, у кого уже включена монетизация, спонсировать. У тебя она никуда не девалась, она у тебя прямо стоит, так, знаешь, на главной странице и очень-очень хорошо видна. Так что не надо нам рассказывать сказки. Да, видимо, это Бог ему помог приобрести сушилку, мотоблок и прочие вещи, да, не люди, а Бог. Во как! Замечательно Лёша заговорил, да. И вот он сказал, что да, и дальше Бог им будет помогать, поскольку он своих, заметьте, своих, сказал Лёша, не бросает. А всем завистникам и мелким пакостникам, сказал Лёша, мол, мы на вас вообще, тьфу, внимания никакого не обращаем. Ну, это я уже плюнула, как говорится, от себя, не плевал Лёше, слава Богу, в этот раз, и фиги нам не показывал, да. Ну, а теперь немножечко проясню вот эту действительно смешную для меня ситуацию. Любит, знаете, Лёша постоянно прикрываться Богом. Чуть что Бог, да, мы в Бога верим, мы Бога любим, Он для нас много-много значит, да. Лёш, а вот представь себе, что существуют люди, которые, знаешь, не ходят в церковь или ходят туда, допустим, достаточно редко, не ставят, может быть, свечки, да, не говорят о том, что они верят в Бога, но они в Него просто верят. У них вера в душе и в сердце, да. А помимо всего прочего, есть люди, которые делают добрые дела, совершают хорошие поступки, которые помогают людям, которые помогают бездомным животным, вообще животным, помогают братьям нашим меньшим, да. И эти люди не кричат о том, что, ой, да я сейчас побегу кормить собак и кошек, да, я схвачу камеру и буду снимать, чтобы мне все там через одного говорили, какая же я добрая и хорошая. Таких людей, кстати, я хочу тебе сказать, слава Богу, полно. Но это не ваша категория людей, вернее, вы не из этой категории людей, вы люди просто потребители, да. Мне, 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 нам, у нас проблемы, у нас. Вас не волнуют чужие проблемы. Вы не думайте о том, что у людей есть свои проблемы, и что люди живут с кучей проблем, но при этом не выносят их за пределы своей квартиры. Да вам плевать просто. Вам плевать, потому что вы живете по-другому. А есть люди, которые помимо того, что берут, они еще могут и что-то отдавать взамен. Заботу, тепло, любовь, внимание, помощь, поддержку и так далее. Это действительно поступки Божьи, вот в отличие, в принципе, от вас. Еще раз повторюсь, что не слова говорят за человека, а его поступки говорят за человека. Поступки. Когда у вас была собака, овчарка, про которую ты рассказывала, говорил, ой, она была такая толстая, она была такая упитанная, и вот кто-то ее сожрал, и ты рассказывал об этом Анжеле с Максом. Если честно, я эту ситуацию не забуду никогда, вот эту твою историю, потому что я вообще такое, во-первых, слышала, слышать-то я слышала об этом, да, но когда ты рассказывал про свою собаку, про свою овчарку, и вы сидели, ржали, и вы кто после этого? Вы верующие? Вы верующие? Да я вам даже слова не могу подобрать, кто вы после этого. Понимаешь? Я бы сказала бы, конечно, но на Ютубе, к сожалению, я не могу себе позволить говорить многие вещи. А вы просто сидели и ржали, да, и ржали, действительно. Или как ваша бедная кошка, которая окатилась, да, родила, значит, котят, и действительно просто вы их замучили, вы их не кормили, и они просто не избежали, разбежались от вас. Кто куда? Лишь бы только не с вами жить. То есть, получается, знаешь, не тебе, Лёш, не тебе действительно вещать о Боге и говорить о том, что все вот вы такие, а мы вот такие. Да вы ряженые, как я уже говорила, ряженые. Прекрасное выражение для таких, как вы, ряженые, которые просто ищут выгоду в церкви. К сожалению, в последнее время таких просто полным-полно. Ну, а про зависть говорить, слушай, ну хватит уже действительно людей смешить, хватит народ смешить. Уже не буду говорить тебе про твоих детей, да, в принципе, ты и сам всё знаешь, тебе люди и так напишут, как говорится. Чему завидовать? Чему? Тому, что ты несколько лет здоровый, взрослый мужик, корчишь из себя немощного, дабы просто не идти работать, да? Что ты каждый день нам жалуешься в своих роликах и рассказываешь, говоришь о своём безденежье, вместо того, чтобы опять же идти работать? А может быть, ты думаешь, что мы завидуем твоему большому дворцу, твоему дому, который просто, как я говорю, знаешь, по сути, без окон, без дверей стоит, без нормальной системы отопления, просто всё наладан, дышит, всё разваливается, холодно там, сырость, у детей не комнаты, а кельи какие-то непонятные, без света и с плесенью, да? И чему? Чему тут можно вообще завидовать? Вроде дом и большой, а толку с него абсолютно ноль. И потом этот дом тебе выплачивать аж 25 лет, а ты уже стонешь и говоришь, денег нет на ипотеку. Чему завидовать? Этот дом ещё не твой, а дом банка, поэтому говорить тут вообще не о чем. Ну и, знаешь, самое интересное, вот действительно, во всех этих ситуациях, когда у человека нет аргументов, обычно вот вы так и говорите. А, завидуете, завидуете, или бумеранг прилетит, или не суди, да не судим будешь. Ну, взаимно в таком случае. Ну, а далее действия, друзья мои, происходят уже на кухне. Анжела готовит борщ. Стоит, чистит морковку, чистит цвеклу, да, значит, причём стоит в той же одежде, в которой ходит гулять, да, даже не додумалась надеть на себя фартук для того, чтобы не испачкать одежду. Тёрла морковь, тёрла так, наклоняясь прямо головой, этими хвостами. Чуть ли её волосы не были в этой миске, вот ещё чуть-чуть они были бы уже просто в миске с морковью. Далее у неё, значит, кусок моркови отлетает, падает на пол, она его поднимает, на что Света ей говорит, давай, иди помой, и три, мол, дальше. А Лёша смеётся и говорит, ну, посмотри, если там волос нет, то, мол, три, не надо ничего мыть. Я в шоке. Ну, и Анжелка смеётся, папа смеётся, как же это всё смешно. Смеются все, и Анжелка не моет абсолютно эту морковь, а продолжает тереть. Боже мой, Господи, с пола поднимать жратву, простите за выражение, вот это вот всё потом, значит, есть, и вам от этого смешно, знаешь, вот честно, я после этого бы даже есть бы не смогла бы, вот лично я брезгливая, да, я не знаю, конечно, кто как, ну, и вот это снимать на камеру, вот это бахвальство, да, ржать, смеяться, ну, окей, Лёш, всё понятно, в принципе, ты делаешь всё это ради контента, да, трэш устраиваешь очередной, ради комментариев, ну, потом, конечно, будут стебать в очередной раз Анжелу в школе, скажет, а, так жрёте с пола, достаете морковь, ну, в принципе, ничего, как говорится, знаешь, тут смешного на самом деле нет, абсолютно ничего. Ну, и далее там показывает, значит, нам снимают, что Настя убирает туалет, Никита второй раз уже драет полы в гостиной, ну, а Дарина продолжает просто валяться, ползает тут же, Никита не успел только намыть, значит, полы в гостиной, а Дарина просто валяется, катается в одежде, значит, по этим, видимо, влажным и мокрым полам. Ну, и никому, в принципе, дела до этого нет. Света посмотрела, сказала об этом, но не сделала замечания Дарине никоим образом. Следующее видео началось с того, что Лёша, не поверить, ремонтировал подарок Анжелы, ролики, которые только-только вот подарили буквально совсем несколько дней назад Анжеле на день рождения, да. И купили их с рук, и, как сказал Лёша Колесников, плохо крутятся, значит, вот эти вот сами, значит, колёса, они не едут, и самое главное, что они почти не ношеные. Помните, об этом кричала Света, об этом кричал Лёша, когда только они, значит, привезли эти ролики, купленные с рук, да. Ну, и пока Лёша чинил все эти, значит, ролики и начал ностальгировать, начал вспоминать, мол, о том, что вот, мол, были у нас старые видео, есть ещё с Ясентуков, там, четырёхлетней давности, да, о том, как он работал на стройке, выполнял отделочные там всякие работы и так далее и тому подобное. И, как сказал Лёша, если бы, мол, не травма, то и сейчас бы, вот, переехав сюда, в Подмосковье, он мог бы просто зарабатывать большие деньги. Сказал, что и тогда, когда, мол, родилась Дарина, ещё и до Дарины, мы, мол, прекрасно жили, я нормально зарабатывала, но, если честно, Лёша, с тобой я здесь вообще не соглашусь по одной простой причине, потому что прекрасно помню, что у вас на столе для детей за счастье была тарелка макарон с кетчупом, абсолютно без всего, без хлеба, без мяса, без сосисок, без рыбы, абсолютно просто без всего. То есть говорить о том, что ты прекрасно зарабатывал, жить более-менее нормально вы стали спустя какое-то время, когда вот вы открыли канал, прошло какое-то время, вам стали слать подарки, посылки, донатить и так далее, вы стали зарабатывать деньги с Ютуба, но не тогда, когда ты работал на стройке. Я, естественно, абсолютно ничего не сочиняю, потому что всё это можно увидеть, просмотрев ваши старые ролики. Ну а вообще посыл этого видео мне стал ясен. Лёша пытался нам рассказать о том, что работать он не может из-за своих проблем со здоровьем. Проблема, как говорит Лёша, у него со спиной, перелом позвоночника, как он сам об этом нам рассказывает. В таком случае я не понимаю, а где тогда инвалидность? Не надо мне рассказывать о том, что её сложно получить. Когда действительно серьёзные какие-то проблемы со здоровьем, то инвалидность дают без проблем. И девочки, кстати, в комментариях мне написали о том, что он лежал в больнице в Ясентуках, но никакой диагноз о том, что у него есть какой-то перелом позвоночника, ему был не подтверждён. И его выписали с тем, что он здоров и, как говорится, годен к работе. Вот мне написали девчонки. Честно, я не буду вообще углубляться в эту тему, здоров, нездоров и так далее. Но вот скажу свой взгляд человека, взгляд человека со стороны. Взгляд, так скажем, зрителя. Зритель в шоке, Лёша. А знаешь почему? Потому что Алексей, который говорит, что не может абсолютно ничего делать, у которого не может ничего таскать, поднимать, там те же брикеты и так далее и тому подобное, да, у него всё болит, даже переворачиваться, мол, на кровати толком не может. При всём при этом, знаете, может терпеть, когда Дарина скачет у него на шее, да, садится, залезает ему на шею, скачет там по 30-40 минут, действительно скачет. Вот обратите внимание на многие стримы, да, как она сидит у него на шее, и при всём при этом ему это нравится, и ничего у него не болит, и ничего, он ей даже замечания не сделает. Странно, да? Ну, да, кстати, по поводу роликов. Ролики, походу, как я уже и говорила, бракованные. И Лёша попытался что-то с ними там сделать, колупался с ними, колупался, возился и сказал, что, может быть, они ещё раскатаются. Лёш, ну, молодцы вы просто офигенные родители, сделали прекрасный подарок своей дочке на день рождения, просто подарили ей, просто подарили своей Анжеле бушные бракованные ролики. Ну, как известно, скупой платят дважды, да? И следующее видео Колесниковых с названием «Общими усилиями приготовили еду на 8 человек». Здесь меня вот действительно смешило это самое название. Я так поняла, что маме одной же не справится приготовить еду на 8 человек, да? И вот она, значит, к этому делу решила подключить абсолютно всех. Ну, и видео началось с того, что Анжела стояла, значит, пела песню в наушниках, которые ей подарил друг, значит, Лёшин друг Олега, Олег, да? И вот, да, она мыла посуду, видимо, убирала после приготовления борща. Лёша, значит, попробовал борщ, сказал, что борщ очень вкусный, мол, молодец, Анжела. Ну, действительно, молодец. Может быть, чему-то и научится, и может появиться желание. Далее решила мама научить Анжелу печь хлеб. На что, значит, когда, да, когда она начала там висить там тесто, Лёша сделал замечание, сделал замечание Свете и Анжеле о том, что Анжеле необходимо убирать волосы, когда она готовит. Ну, в принципе, здесь всё правильно. Ну, а далее, далее Настя тёрла морковку на просто какой-то ужасной, ребят, ужасной тёрке. Боже мой, неужели нельзя взять нормальную тёрку и тереть? И вот она, прямо видно было, что она мучилась, что ей это было тяжело, ей не нравилось. Ну, на что мама говорила, давай три дальше. Кстати, готовили они рис. Рис с зажаркой и с маленькими такими колбасками. Колбасок было вроде пять, по крайней мере, не знаю, то ли пять, то ли шесть, не помню, сейчас не вспомню. Ну, мне кажется, что вроде пять штук. И это вот пять маленьких колбасок на гору риса и на всю огромную семью, на восемь человек. Можете себе представить? То есть, в принципе, друзья мои, конечно же, неудивительно, неудивительно, что дети постоянно хотят есть. Потому что, если поев просто пустого риса с морковью и с луком, да, без мяса, без белка, то, как бы, ну, в принципе, ничего удивительного нет. Ну, а у меня вот сегодня вот такой получился обзор. На сегодня у меня всё. Всем вам желаю прекрасного настроения. Желаю вам всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всё, всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...